Соседские приложения И непосредственно контакт с соседями Это еще и информационные Всякие ресурсы Вот первое, да, видите Гиперлокальные средства информации Районная интернет-газета И первый проект Это проект называется Бамбук Бамбук Это, значит, создатели проекта Объявили, значит, очень мощную войну Против нудных, серых И никому не интересных районных газет И вот создали такое более-менее На их взгляд живое Среду общения Ну, информационную среду Называется Бамбук И там представлены разные районы Пока их только 9 Ну, здесь некоторые видно В том числе там есть Окупая Бэн, кстати Вот И, ну, собственно, новости района Что произошло Естественно, там Более объективно Чем, скажем, вот эти вот газеты Которые к нам приходят У нас в Ладыкино У нас в техстильщиках Такие, знаете Которые никто в руки-то не берет Вот Собственно И достигается Эффект Более живого Информации Потому что Разные журналисты Независимость Вот, скажем так Администрации Собственно, вот эту вот информацию Они распространяют И, кстати, стоит отметить Что там есть статистика Прочтения статей То есть там очень прилично Посещают и читают статьи Около там двух тысяч людей Могут прочитать В отличие от газет То есть эффект Нужный достигнуть Следующий раздел Гиперлокальные сети Это вот непосредственно Соседские сайты Социальные сети То есть Объединение Значит, уже соседей И первый проект Это Проект Локоло Ру Соседская социальная сеть Она интересна тем, что Ну, специфична тем, что Это Чисто петербургский проект И Значит, хочется отметить отдельно Что Вот эти вот Социальные Соседские приложения Вот непосредственно Эти проекты Они стремятся сделать Максимально прозрачными Отношениями Значит, там не приветствуется Скажем так Использование аватар Каких-то Иностранных имен То есть стремятся сделать Максимально открытой Чтобы люди друг друга Узнали ближе Реальные имена используют Конечно Там реальные адреса Дома, квартиры Вот Конечно Я вот зарегистрировался На этом сайте Хотя я не являюсь Жителем Петербурга Чтобы проверить Как это все работает И Там Ну Слабая система проверки Потому что Получается, что Ну, любой может зарегистрироваться Там какие-нибудь Выведать секреты Скажем так Соседские Вот Ну что Происходит в этом В этом сообществе Происходит жизнь В основном Бытовая жизнь Там обсуждаются какие-то вопросы Как вечером пойти погулять С кем пойти погулять Там С собакой погулять Кто-то хочет по утрам бегать С напарком Вот такие вот обсуждения Следующий проект Называется Это американский проект Next Door Он такой более Интересный Сложный Разработанный Значит Ну, тоже, соответственно Он как Локализован Это Союз людей Проживающих На одной улице Там В соседних домах Он интересен тем Что Есть Сразу можно Например Вот здесь видно Демо-ролик Вот сразу можно Быстро За минуту Узнать Собственно Все возможности Этого проекта Естественно Они там говорят О том, что Цель их Это Более Создать более Защищенное Сообщество Сделать Людей Более Ближе Интересно, что Среди Разных разделов Вот в отличие от Например, около РУ Есть такой На мой взгляд Очень полезный Раздел Называется Рекомендация То есть Соседи Спрашивают Друг У друга Где лучше Подстричься К какому Стоматологу Лучше Сходить Это довольно-таки Полезно Также В отличие от других Я буду читать Там Запросто Можно Например Что-то продать Или купить Есть отдельный Раздел Например Следующий Проект Он Категорически Запрещает Вся Рекламу То есть Тоже Очень Полезно Еще Конечно Интересно И важно Для Вот этих Соседских Приложений Это Собственно Распространять Информацию О Приложении Чтобы люди Как можно Больше Туда Втягивались В хорошем Смысле Этого Слова Ну И еще Я забыл Сказать Один момент То что Вот эти Соседские Сети Это Не Такие Обычные Социальные Сети Которые Нас Засасывают Мы там Сидим Часами Никуда Не Уходим Как раз Соседские Они стремятся Вытащить Нас Из Онлайн В Оффлайн Потому что Организовываются Всякие Там Даже Ну Вот Я читал Как раз Проект Nextdoor Там Приглашают На гаражные Распродажи Я так понимаю Это В Америке Очень распространено Какие-то Круглые Столы Обслуждают Многие Вопросы И так далее Там И Система Втягивания Четыре Разных Четыре Варианта Есть Можно Как обычно По e-mail По почте По адресам Электронам Еще Любопытный Способ Это Распечатать Флайеры И Разгреть Объявления Или там Выкидать почтовые ящики Соседей своих Приглашают Следующий проект Называется E-Democracy Он довольно-таки Сложный Тоже Американский проект Сложный В смысле Того Что Содержит Много В себе Дополнительных Вещей И Две основные Части Это Be Neighborhood Собственно Тоже Такая Соседская Сеть И Вторая Часть E-Democracy Которая Разрабатывает Инструменты Для Развития Интернет-демократии Но Об этом Я дальше Расскажу А Be Neighborhood Это Соседская Сеть Как я Сказал Создан Стивен Клифт И Этот Проект Уже Существует 1994 Года Он С технической Точки Зрения Довольно-таки Простой Это Собственно Форум И Он Интересен Тем Что Там Много Статистики Например Можно Узнать Сколько Насколько Живет Сообщество Кто Какие Посты Чаще Пишет Кто Реже Пишет То есть Можно Увидеть Динамику Разбития Значит Есть Модератор Непосредственно Выбирается Среди Участников Который Следит За Этим Настройки Приватности Есть Можно Например Сделать Ну Если Там Предыдущие Почти Все Сети Для Того Чтобы Как-то Увидеть Жизнь Внутри Нее Необходимо Зарегистрироваться Ну В случае С Непосредством Есть Демо Версия А Едемокриси Неппи Нейберхус Он Все Таки Там Можно Запросто Почти Все Открыты Форум Можно Запросто Не Регистрирующий Увидеть Как Это Все Работает Любопытно Что Стивен Клифт Он Очень Давно Занимается Очень Активно Этим Вещами Он Считает Что Например Если Есть Какой Район Он Хочет Создать Свой Форум И Район Этот Форум Начинает Работать Только В том Случай Если Зарегистрировано 100 Человек Тогда Жизнь В этом Форуме Сообщество Будет Очень Активно Следующий Раздел Я его Так Назвал Власть Бизнес И Общество Это Уже Коммуникация Не Между Соседями А Уже Коммуникация Другого Уровня С Бизнесом Граждан Скорее Ну Вот Проект Мои Соседи Называю Объединение Городских Экспертов Я думаю Господа И С моих Соседей Расскажут Подробно Об этом Значит Хочу отметить Особо Что Это Очень Интересный Проект Который Занимается Выявлением И решением Конкретных Проблем Там Я Смотрел У вас Конкретно С гаражами Было Связано Захватом Территории Электронных Правительств Приемных Все документы Есть Там Пошагово Все Расписано Если Например У вас В подъезде Расписана Стена То Это Нарушение И вы Можете Обратившись Не В контролирующую В контролирующую ЖЭК Организацию Можете Быстро Решить Эту Проблему Потому Что Значит Ну Расписана Стена Сломанный Лифт Разбитая Лампочка Мусор Во дворе Все Это Не должно Быть Этого Всего И Вот Эти Контролирующие Органы Они Давят На Управляющие Организации Вспомню Как это Называется Чтобы Те Решали Быстро Проблему Следующий Проект Опять Таки Это Е-Демократия Это Часть Которая Связана С Электронной Демократией Ну Это Очень Сложный Такой Форум Там Много Всяких Проектов Собственно Они Чем Занимаются Они Используют Интернет Как Инструмент Для Того Чтобы Власть Местная Да И Вообще Многие Вещи Стали Для Людей Более Прозрачными Там Отчетности Всяких Контроль Коррупции И Прочие Вещи Конечно же Вот Такой Проект Легко Проще Создавать На Электронной Демократии На Базе Соседских Соседских Вот этих Сайтов Потому Что Люди Уже Сплочены И Они Уже Как Могут Общаться И Решать Какие То Вопросы Связанные Связанные С Их Где Газоны Посадить Ну и Более Важный Вопрос Я наткнулся Приглашали Через Как раз Приглашали На Обсуждение Вопроса О Медицине Ну Там Наверное Все-таки Это Не районный Вопрос Медицин Законный О Медицине Постоянно Они Привлекают Волонтеров Все Это Бесплатно И Многие Проекты Они Собственно Электронные Разрабатываются На Основе Открытого Кода Открытый Код Если Кто Не знает Это Такое Запрограммирование Какая-то Часть Сайта И Которую Человек Любой Использует Для своих Проектов Вот Один Из Проектов Е-Демократи Это Демократи Мэк Называется Который Занимается Проблемой Как пишется На сайте Большой Проблемой Для Америки Например Структурирование И Полное Представление Информации О Местной Власти Другого Уровня Власти Кто Отвечает За район За Какие-то Вещи За Медицину За Все Такие Вещи Если Есть Фотографии Есть Фотографии Есть Какие-то Аккаунты У человека В Твиттере Фейсбуке То Все Это Представлено Таким Образом Станется Проще Взаимодействовать Там Даже Написано Такое Что О Какой Демократии Может Быть Речь Если Вы Разработка Ведется Не так Что Одно Приложение Есть И все Сайт Один Создали Демок Смер Точка В И все Один Человек Нет Их Много Много Всяких Проектов Разные Люди Разрабатывают И получается Такой Большой Список Разных Вариантов Наверное В результате Которого Можно Будет Создать Один Какой-то Правильный Ну Выбрать Который Работ Проект Textizen Очень Как бы Интересный Проект Он Обеспечивает Обратную Связь Между Гражданами И Ну Тут Можно Разные Всякие Варианты Властью И Бизнесом Суть Его заключается В том Что Через Этот Сайт Можно Например Создать Какой-то Опрос Задать Какой-то Вопрос Потом Распечатать Так скажем Стикер Расклеить Расклеить По домам По Ящикам Раскидать И Ответы Получаются В форме СМС Человек берет Эту бумажку Он Спрашивает Хотите Либо Чтобы Была Поставлена Бензоколонка И Какие-то Варианты Ответов И Человек СМС Отвечает Таким Образом Очень Более Больше Покрытие Скажем Больше Такой У Люди Опрашивающих Получается Результат Более Широкий Больше Узнают Менение Людей И Довольно-таки Быстро Потому что На сайте Можно в режиме Онлайн Все это Дальше Отслеживать И Вот Вот Такой Тоже Интересный Сайт Называется Popula Rise Извините За мой Английский Можно Его Так Сказать Сохращенно Назвать Строем Вместе Землю Собирающую Что-то Построить Или Переконструировать Она Прежде чем Все это Сделать Обращается К Жителям Района С тем Ну Как бы Предлагают Предложить Свои Варианты Строительства Архитектурные Какие-то Варианты Ну какие-то Дать советы Где там Деревь Сайт Где газоны Люди Присылают Свои Варианты Через Этот сайт И Потом Есть Голосование Можно выбрать Но не факт Конечно Что Выбранные Варианты Победившие В голосовании Будут Реализованы Дальше Такой Раздел Называется Преобразование Города Опять-таки Вот этот Проект Попул Райз Ну понятно Что Собственно Таким образом Город Получается Более Желанный Для граждан Для гаража Потому что Они сами Фактически Выбирают Следующий Проект Называется Street Journal Это Российский Проект Он Чем-то Похож На Дом Дороги Двор Но Более Такой Объемный Суть Этого Проекта И Такой Более Технологичный Скажем так Можно Разместить Информацию Какой-то Там Тоже Грязи Тополомках На дороге Все это Очень интерактивно Там есть карта Можно выбрать район В котором Можно посмотреть Статистику Какие проблемы Сколько их За какой период Какие были решены Властью И вот Создатели сайта Говорят Что Механизм Который позволяет Решить Проблемы Это публичность То есть Привлекается Внимание Какая-то проблема И уже власть Местная Муниципалитет Она уже Вынуждена Решать Эту проблему Искусство Фурази Если раньше Предположим Я думал Что Стрит-арт Это в основном Граффити Хулиганство То сейчас Я совершенно Так не думаю Благодаря этому Проекту Потому что Оказывается Это очень Интересная И такая Объемная Вещь Собственно На сайте Там просто Рассказывал Тоже Опыт Всякие Эксперименты Художников Наших И зарубежных Конечно Вот этот Стрит-арт Представит Развлечь Цель Например Развлечь Горожан Потому что Серый Будний Ритм Он Как бы Людей В какой-то Скуке Держит Тоске И Есть Такое Наверное Может быть Вы слышали Есть такая Артистическая Группа Импровизаторов Называется Improv Everywhere То есть Импровизируй Везде У них Интересный Значит Интересный Проект Есть Называется Не помню Как по-английски Называется Суть заключается В том Что Один день Люди Ездят Метро Без штанов Такой Странный Значит Флешмоб Но довольно-таки Забавный Все смеются Все радуются Помимо этого У них есть Более Интеллектуальные Так сказать Проекты Интересные Потом Помимо Развлечений Рассеивание Серости Городской Жизни Трудовой Есть Можно назвать Стремление Художников Сделать Город Более Удобный Более Уютный Также Это Какие цели Еще Борьба с Городскими Проблемами Там История Была Что В Америке Ну уж Не знаю Так в статье Написано Как-то Это сомнительно Но все-таки 20 лет Была Пробита Канализационная Труба Из нее Холестали Значит Все прелести Какие там Содержатся И никак Не могли Починить Эту трубу Зимой Это все Замерзало Там Проблемы были И тогда Художники Построили Какой-то Красивый мост Через это все Прекрасное явление Написали Что вот этот мост Через там Такую-то речку Тем самым Они привлекли Внимание Городских Властей Местных Которые Вынуждены Были Ну и там В течение месяца Они вот это все Все проблемы Решили Собственно Ну и Что еще Какая цель Это Конечно Именно Связанное С искусством Сделать Город Не только Уютным Удобным Веселым Но еще И Красивым Один проект Вот я к сожалению Забыл Где он Находится Он очень Интересный Это Проект Где-то Вот не в Москве Находится Простой мост Обыкновенный мост Через Речку И художник Один Сейчас уже известный К сожалению Я забыл имя Он сделал Вот эти основания Моста На которых Мост Домино И Это Единственный Пример Когда Вот В России Скажем так Стрит-арт Да Вот такое искусство Оно Никак Не уничтожено С властями Как хулиганство Еще что-то То есть Это Доминошки Так и Стоят Стоят Уч SUS Стоят 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 Подписывайся Продолжение следует...